Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Сегодня званий много, титулов много, но небесных званий сколько сегодня? Уразумейте апостольника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Павел апостол мог прямо сказать, братья, святые участники небесного звания, уразумейте меня апостола. Меня епископа. И так дальше, как сегодня, это очень модерно. Но заметьте, когда помазанники Божьи, которые в деле Божьем, которые в воле Божьей, они предпочитают или отдают всю славу Богу. Ведь заметьте, даже передо мной братья, Женя читал, и он говорил о Петре. И он тоже сказал, мы ничего. Помните? Мы ничего. Что вы дивитесь? Что вы смотрите? Что вы нам это предписываете? Я говорю нашими словами. Мы ничего не сделали. Это сделал Иисус. Ведь тот не сказал ему, посмотри на меня, я дам тебе исцеление. Как сегодня рекламируют, мы будем исцелять, мы будем то делать. Где мы строим, где мы делаем, там Бога нет. Но там, где отдается преимущество первое, все и во всем Иисус, там делает Он. И поэтому апостол Павел здесь и говорит, итак, братья, святые. Заметьте, что он говорит, итак, братья, святые. Он называет святыми, участниками в небесном звании. А дальше он говорит, почему к таким святым, участникам в небесном звании? Он говорит, уразумейте посланника и первосвященника, исповедание нашего Иисуса Христа. Можно быть святым, можно быть строителем в небесном звании и не разумеясь посланника Иисуса Христа. Предпочитать что-то свое, делать свое. Апостол Павел к еврейской церкви, к евреям пишет и говорит, то, что вы, братья, святые и участниками в небесном звании, это еще не все. Нам, мне и тебе нужно уразуметь, понять, то есть кусить, как благ Господь, Сына Божьего, Любовь Его. Ибо Он достоин, который верен поставившему Его, как Моисей, во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом Тот, Кто устроил Его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, устроявший все, есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельства того, что надлежало возвести. Он говорит, а Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только. Это Он говорит к евреям, это Он говорит к церкви, духовной церкви. И Он говорит, а Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы. Мы, храм Бога Живого, и Дух Божий живет в нас. Так написано. Скажите, помните, я говорил мне так давно о храме? Усвоили мы ли этот урок о храме? И какой этот храм сегодня? Если мы скажем, что этот храм чист, я скажу ложь. Если этот храм чист, то там будет слава, там будет молитва, там будет радость, там будет изливаться благодать Божья, там будет исцеляться храме, больные, видят, слышать. Так написано, а то не я говорю, а то Библия моя говорит так. Если мы только дерзновение и упование, которые фалимся, твердо сохраним до конца, почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, и не познали они путей моих. Вот почему апостол Павел обращается к духовным евреям и говорит, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника. О Дух Святой, я бы хотел, чтобы сегодня Он делал работу в моем твоем сердце. Сегодня это послание к тебе и ко мне, святые участники в небесном звании, уразумейте. И Он говорит, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждается, заметьте, не умом, сердцем. Не познали они путей моих, посему я поплялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Заметьте, там еще не идет речь о земле, обетованную землю в покой мой. Смотрите, братья, казалось бы, Павел, зачем ты здесь всталку сделал о Моисея и о Ветхом Завете? Мы не под законом, мы под благодатью. Зачем ты это поставил здесь? Он говорит, зачем? Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца, какого, как у Ветхих в одни Моисея, лукавого, неверного, даби вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друга каждый день, доколе можно говорить, ныне, чтобы кто из вас не жесточился, обольщився грехом. Ибо мы сделаем с причастниками Христу, если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца. Я думаю, что некоторые из вас смотрели и видели эти дни похороны одного брата Саригона. Это было в Венецкой церкви. Я очень хорошо знаю брата Петра Ходоковского. Он умер в день, когда ему исполнилось день своего рождения, исполнилось 40 лет. И по компьютеру все смотрели эти служения, это служение. И знаете, там много говорили о нем, о его жизни. Я знаю, что многие, сидевшие там, в том зале, даже не знали, что такой среди них был брат. Не знали. Я его очень хорошо знаю и знал. И знаете, когда, я помню, за три дня, может, это его окончание жизни, у нас был разговор. И он говорит, Вася, ну представь мне вскоро переступать порог вечности, врата. Расскажи, как там. И у Пети об этом рассказывать не надо. Ты увидишь, когда придет за тобой посланник Божий, и огненная колесница. Я все эти дни ходил, и я говорил дома и женой, и говорил, какой он счастливый. Он дома. Он дома. И он ушел, как праведник домой. Он ушел. Он ушел, и он оставил после себя, и там много говорили о нем, свидетельств, что он сделал. Я не хочу сегодня о Петре проповедовать. Я хочу сегодня сказать, что здесь апостол Павел предупреждает, что... Посему я поклялся во вне моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не разточился, обольстившись грехом. И знаете, люди сегодня много-много не обращают внимания к слову ожесточился. Это большой грех. Это большой грех. И знаете, я заметил, что у Петии одну характеристику или один момент. Я часто ему говорю, Петр, ты как написано камень, тебя не прошибешь ничем. И даже тогда, когда врачи ему давали приговор, несколько лет тому назад, казалось бы, человек знает, человек видит. И когда Господь его поднял, и он не имел даже и признаков того, но и знаете, он служил Богу. И когда он сказал, когда Вибер стоял ему перед Богом, и Бог сказал, ты можешь остаться жить? И знаете, когда он сказал, позвонил, говорит, Вася, я сделал вывод. Скажу, какой я хочу домой? Почему, Петя, столько труда? Говорит, Вася, я готов. А мне Бог показал во сне, что ожидает здесь, эту местность, где мы живем, и эту страну, и это место. Я хочу домой. Поймите одно, что этот человек, он стоял, и он делал то, что Бог хотел. Там многие свидетельствуют, кто вас видел или слышал, что он был в домах, и я знаю, к нему шло очень много молодежи. Я жаль, я не смог туда попасть. Я бы хотел сказать, что в зале, присутствующем там, я знаю, были там эти люди, которые, их дети приходили к Петру, чтобы исповедоваться, получить покаяние, освобождение, прощение, а они поднялись на него. Кто он? Он не пастырь, он никто. Кто? Кто он? Он раб Бога Живого, на котором было помазание Святого Духа, который был в воле Божьей, в уделе Божьем. Он стал пролом из-за этих детей. Он молился в его доме, как в доме там приюта было, и когда не приходил к нему, и всегда кто-то жил. Я говорю, Ва Петя, когда ты будешь жить так, как ты живешь в своей квартире? Вася, это ты моя Божья. Его то он вымаливает какого-то наркомана, то он отхаживает какого-то наркомана, и они там живут. Он за них постится, молится, а они в него живут. Это никто не знал, не все знали, но это знал Бог. Сколько бессонных ночей провел этот человек. Сколько бессонных ночей вымаливал, стоял в проломе, и легко могло сказать, кто ты такой, что ты принимаешь исповеди. Это раб Бога Живого, который стоял в проломе за ваших сыновей и дочерей. Но тогда они понимали. Ну а сегодня его уже нет. Извиниться не перед кем. Но мы можем делать, почему Павел и предупреждает жестоком сердце. Людей сегодня много с жестоким сердцем. Вы знаете, сегодня очень много с жестоким сердцем. И скажите, может ли быть Господь и Дух Святой одновременно в жестоком сердце? А как же мы ему нравимся? У нас получается. И написано, ведь съедаете друг друга, ненавидите друг друга. А дальше еще прочитаю одно место. И знаете, я сегодня у нас этот день, я хотел опять сказать, на или в одном доме живем с сыном, знаете, ну, думаю, он подслушал, я опять, знаю, подсудим, тему опять о деянии апостолов, как я сегодня должен говорить, о деянии апостолов. Ну, Дух Святой есть Дух Святой. Я буду начинать с первой главы. Вы знаете, Лука, евангелист, написал два евангелия. Евангелие Луки и Евангелие Деяния, действия Духа Святого, первоапостольской церкви. Это жизнь. Но заметьте, вот это я никогда не обращал внимания. Первый стих, первой главе. Первую книгу написал я к тебе, Феофил. Феофил, я не вдаю сегодня значение этого имени человека. Это был грек, язычник. Но имя Феофил означает Богом любим. Или любим Богом. И здесь Лука пишет Богом любимым человеку целое послание. Целый Евангелие, 28 глав. Пишет такое письмо. Вот так Бог любил этого человека, этого язычника. Но того язычника, который возлюбил Иисуса Христа. Сына Божьего. И Сын Божий берет в удел того живого свидетеля, который был свидетелем его жизни, который ходил рядом со Христом, который был очевидцем его. Он пишет ему послание или письмо до него, посвящая 28 глав. Описывая все это события. Я никогда не думал. Я никогда не продавал там первому стиху значение. Первую книгу написанную к тебе. Возьмите, не тебе, к тебе. Думе и славы. К тебе. Иметь особую любовь, Иисус. К тебе иметь особое расположение, внимание, Иисус. И Лука был в уделе Божием. Это был промазанник Божий. Это был муж Божий. И он был живой свидетель. И Бог берет употреблять его. Почему? Потому что тогда была война. Или можно сказать, как другими словами, борьба, мнение. Что Христос, что спасение только евреям, только народу национальности одной. Но не язычникам. Вот почему была особая любовь, Феофил, Богом любимый человек. И он обратил свое внимание на этого человека. И знаете, мне хочется еще на место зачитать, но я позже его зачитаю. Я дальше читаю. «До того дня, в который он вознесся, отдал святым духам повеления апостолов, которых он избрал». Здесь идет речь о Иисусе Христе. Он пишет Феофил. Для чего? Сегодня он пишет тебе и мне. Почему? Тогда он писал Богом любимому человеку, языческого народа, греку. Феофил, Богом любимый. Сегодня он говорит. Ты сегодня сын и дочь, Богом любимый. И тебе пишу это письмо, эту книгу. Тебе до дня того, который он вознесся, дал святым духам повеления апостолов, которых он избрал. Для чего он это сказал? Для того, чтобы Феофил знал, и знали все читающие, что апостолы ничего не делали сам, придумав в себе. Но до периода или до момента того, который сказал Иисус, когда пойду, когда я буду взят от вас, я пошлю вам, духа утешителя. Помните, так написано? Я пошлю вам. Я бы хотел сказать то, что здесь эта книга «Деяния апостолов» пишет он, Феофилу, сегодня тебе и мне, что за этих 33 года жизни на земле и 35,5 года труда на небе Божьем, где трудился Сын Божий, он оставил землю и вознесся на небо. Но он дал повеление духам святым. Почему? Потому что через несколько дней придет на эту землю, возраст придет на эту землю, сойдет дух святой, который продолжит служение Сына Божьего, дух святой, природовый церковь. Поэтому, чтобы вы не говорили, что апостолы что-то свое, и Бог показал, что он дал повеление. А когда сойдет дух святой, то вы не будете иметь нужды, чтобы кто учил вас, но сие помазание, которое в вас пребудет, оно будет учить вас. Аминь. И теперь, Феофилу, опишу это. «Который и являл себя живым по страданию своем, со многими верными доказательствами, продолжение сорока дней, являясь ими говора Отца Святой Божьим. И собрав их, повелел им не отлучаться от Иерусалима. «Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня?» Он мог и сказать, «Но ждите обещанного, то, что я обещал вам». Но Он не сказал этого. Знаете, я хочу, чтобы вы правильно поняли, о чем идет речь. Возьмите пример, как апостол Павел, как я только что читал, что Он, Преосвященник, Помазанник Божий, Сын Божий, Он дал наставление, и Он говорил, что Он явил Себя живым, по страданию своем, со многими свидетельствами, верными доказательствами. И собрав их, повелел им не отлучаться от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, не от Меня. И Он дальше говорит, о чем вы слышали от Меня, то есть, что Я вам не обещал, а пославший Меня обещал. И вы не отлучайтесь. От вас требуется сегодня послушание, быть в воле, как Я был в воле Отца. Если вы отлучитесь от Иерусалима и разойдетесь, то у вас будет тогда совершенно другая жизнь. Не отлучайтесь от Иерусалима. Почему сегодня много динаминации? Почему сегодня много вероисповедания? Почему отлучились от Иерусалима? То есть, не были в воле Отца, послушаний Божьим, голоса Его, Духа Святого. И ушли. И ушли. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней, после сего, будете крещены Духом Святым. Казалось бы, этот стих не просто, он сказал. Нет. Крещение – это погружение, да? Погружаем в воду ветхого человека, и воскресает новый обновленный человек. Так написано. У восстановления многих грехов. А здесь Христос говорит, Иоанн крестил. А вы через несколько дней будете крещены. Духом Святым. Заметьте, он ничего не сказал больше. Будьте крещены Духом Святым. Другими словами, вы будете погружены в силу Духа Святого. В полназание Божие, в силу Божию, в любовь Божию, в власть Божию. Вы будете погружены. Вот почему, заметьте, до этого Петр проповедовал до сушествия Духа Святого. И какая была проповедь после сушествия Святого Духа? Почему? Потому что он был погружен в силу Божию, в власть Божию, не Петр, а Господь, Дух Святой. И он мог мело сказать, что имею, то даю. В нем прибывала там, распиряло грудь, как футбольная камера от благодати, от силы, от любви, от действия Духа Святого. Он подошел смело, он не сомневался. А может, он и не встанет, а может, не стоит, а может, так тихонько подойти, положить руки и сказать на ухо, встань. Тебя исцеляет Иисус. Нет! Что имею, то даю. Знаете, евреи, знаете, язычники, знаете, присутствующие, знаете, сидящие у ворот храма отражения матери, что имею, я имею, когда сошел Дух Святой от Господа Бога Саофа, в силу и власть, в помазание, встань и ходи. Тень, заходящая Петра, исцеляет. Читаем. И вот это все, ну, как пишет Филофилу. Зачем? Все, чтобы не было недопонятия. Сегодня он пишет нам. Если в церкви нет этого, она обречена на смерть. Если нет этого, мы ничего общего с ними. Мы просто люди религии, обряда, а не больше. Мы просто духовно мертвые люди. Поэтому Бог сегодня говорит моему и твоему сердцу. Говорит, я писал эту книгу тебе, Филофил. Сегодня говорит, тебе Василий, тебе Мария, тебе Дима, тебе Володя, тебе Галя, тебе Виктор. Я пишу эту книгу. Что, когда я пойду через несколько дней, после всего будете крещены Духом Святым. О, ну, мы крещены. Посему они, стоя, спрашивали его, говоря, не все или время, а? Знаете, Бог показывает эту сторону. И он пишет Филофилу, смотри, это были ученики, это были рядом стоящие. Я там был, Филофил, я там был. Я от очевидца. Сойдя, спрашивали, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он говорит о висшем, о духовном. Они смотрят на эту землю, царство. Они-то надеялись, что когда он въезжал в Иерусалим, когда ему кидали ветки пальмами под ноги, когда кричали «Оссана», когда все царь идет на молодом осле. Помните, в прошлый раз, позапрошлый раз говорили, тема была о этих сожженных воротах, которые въезжал он. Этого времени боялся сатана, чтобы не произошло, чтобы он не въехал так. Но со всем этим произошло, но он другую тактику взял. Через несколько дней уже другое. Распни его. Он достоин смерти. На что мы способны? И вот сейчас здесь говори, «Не все ли время восстанавливаешь ты царство Израилю?» Разве я вам говорил о царстве Израилю? Разве я вам говорил, что я буду править Израилем? Я сказал, я послал погибшим овцам Израиля. Я пришел к своим, просить грехи их. Я говорю о царстве ни о чем земли. Царство мое ни от мира сего. Я же говорил. Вы что, не слышали? Видите, как можно слышать? Почему я читал сегодня апостола Павла к евреям о том, братья святые, участники в небесном звании. Это еще ни о чем не говорить. Что ты член церкви, может, самый духовный. Может, ты самый духовный человек. Может, ты думаешь о духовном звании. Участник, ты святой человек. Но Бог предупреждает другое. В силе ли ты моей? В воле ты моей? Помазание ли ты моем? Это очень важно. Посему они сказали о царстве. Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти. Я так думаю, а почему он так ответил? Не ваше дело. Если бы он стал с ними объяснять или дальше, пошла бы дальше полемика раздовора, поэтому он сразу обрубал. Не ваше дело. Не вам дано право судить, устанавливать. Останавливать. Ваше дело познать и быть в воле Отца. И ждать. Не отлучаться от Иерусалима. Вот что вам нужно. Но ниже, когда он запретил строго не ваше дело знать, он пишет восьмой стих, но вы примите. И знаете, сегодняшние пятидесятники, и я в том числе, я себя не исключаю. Мы это первое стихие пропускаем мимо. Когда говорим о Духе Святом. Но вы примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелей. В Иерусалиме, во все Иудеи, Самарии, и даже до края земли. Смотрите. О языке, или говорении о языках, не по слову мне молится Иисус. Только ниже мы читаем в другом. Что когда они были ненужно уместны, когда сошел он и Дух Святой, и они начали говорить на огненном языке. Вот почему сегодня Пятидесятница не Божья, а здесь на земле, которая носит название, очень хромает. А потому, что забыли вот этот сик, что вы примите силу погружения. И будете крещены Святым Духом. Вы будете погружены в эту силу. Вы будете погружены в эту власть. Вы будете погружены в это могущество Божье. И дальше, я даже советую, и знаете, просоветую. И я сам бы читал, и не раз, и я снова читаю, когда он дал мне эту тему, я стал читать, Господи, я много этого еще не видел. Куда тень Петра исцеляет, куда Павел платки дает, он молится, и ложит, и потом Бог исцеляет. А в наше время, в сегодняшней Пятьдесятнице, и ложат, и мажут, и не исцеляется. Почему? Почему? Потому что вы просто, вы примите силу, мы не погружены в эту силу. Я не погружен в эту силу, эту власть, это поважение. Мы получили бежим, мы имеем, мы на языках, мы крещеным, мы духовным, и все можем. Не на днях один из друзей позвонил и говорит, дядя больной, лежит в госпитале, сделал ему операцию. Раньше, немного раньше, может, месяц, может, меньше. И после операции ухудшилось состояние. Когда его снова обнаружили, то поражены очень много органов тела, неизвечем ай болезнью. Рыки братья пришли служителя и епископа и совершили помазание. А он умеет. Не лучшее. А Бог открывает. что ему подведена черта. Скажите, я не в цели имею осуждить или показать, а я просто говорю с вами. Бог показал мне эту сторону. Я даже забыл о том, что он мне говорил. Бог говорит, смотри, если бы они были погружены в силу мою, они даже не стали помазать, а совершили молитву Господи в приготовку встречи. Зачем мазали? Если не погружены, не имеют силы, а не духовно обворованные люди, потерявшие общение с живым Богом. Страшно. К сожалению, очень стыдно сегодня говорить, что сегодняшняя Пятидесятница в таком состоянии. Но это не виноват Дух Святой, не виноват Господь. Его сила, его власть ничуть не уменьшилась. Его рука не сократила смиловать. Не думайте, что ему трудно и ряк исцелить. Нет. Но я сегодня не погружен в силу. Проблема во мне. И Бог сегодня говорит, и хочет этим сказать, он пишет Сеофилу, а сегодня пишет нам, славянам, россиянам, белорусам, украинцам, Кверохилу, Галине, Марине, Геннаде, Степану, сегодня пишу вам. Если ты не погружен в силу, ты будешь молиться на языках, и мой мой Дух стоит на языках, но если ты не погружен в силу по вознанию Святого Духа, эта молитва до потолка и не больше. Мне языки спасают. Я не против говорения иных языков, я сам молюсь на них. Но я хочу молиться тогда, когда исполнен Святого Духа, а не когда, когда сердце разбито, когда нет мира. Тогда лучикайся на своем природном языке. Скажи Богу правду. Я согрешил, я сегодня раздраженный, я сегодня в гневе, я сегодня в обиде. Не хватай за языки. Не обманывайтесь. Бог, поругаем не бывает. Вы примите силу, когда сойдет на воздушь Святой и будете мне, заметьте, мне, он не сказал в церквах, он не сказал в странах, мне свидетелями, в Иерусалиме, в Иудии, в Самаре и даже на крае земли. То есть, не в городах будете свидетельствовать, а там, где вы будете находиться, или в Иерусалиме, или в Америке, или в Аляске, или в Находке, или в Аргентине, или в Африке, или в Индии, вы будете мне свидетелем, что вы погружены в силу мою, власть мою, любовь мою, в силу воскресать, исцелять, поднимать, освобождать. Я буду не вы. Я буду посылать, вы будете водими, вы будете движимыми. Не просто мы захотели, поехали с контейнером и будем там проповедовать. Надо быть избранным Богом, посланным Богом, помазанным Богом и движимым Богом. Вот это и будет результат. И там будет победа. Скажите, и Бог говорит, сегодня я пишу тебе эту книгу, сегодня я пишу тебе, вас и эту книгу, чтобы ты обратил внимание почему сегодня в церкви сколько депрессии, почему сегодня слышишь, даже вот я говорил там с друзьями, мне звонили, что я приехал на эти похороны, я хотел попасть туда. Ну и знаете, когда они говорят, там одна мама говорит, ты знаешь, страшно. Одному 14 лет папа учится в колледже, пришел с колледжа, сын висит. Другой 24 года смешал наркотики с чем-то, выпил и умер. почему эти люди сегодня порабощены, почему сегодня столько рабов, пленников алкоголя, наркомании и других грехов, почему они в церквах сегодня мучаются, и сегодня на их просто смотрят, и сегодня разводят руками, не могут помочь. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Аминь. Вы примите силу, аминь. Вы не примите лестницы, авторитеты, звания, титулы. Вы примите силу, власть Божия, аминь. Не мучение, не человека, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это пишу тебе, Феофил. Это пишу тебе, церковь Бахпола. Это пишу тебе, церковь, Другая, третья, я тут пишу тебе, народ мой, эту книгу. Обратите на это внимание, не проходите и пролетайте мимо. Если вы церковь Пятидесятников считает, то ли Украина, то ли Россия, Белоруссия, если сегодня мы носим название Пятидесятники, то это письмо говорит мне сегодня и тебе, этой церкви. Пишу вам, вы примите силу. Силу. Это не просто сказать силу. И дальше он пишет Феофилу, описывает, какую силу. Я за недостатка времени не могу все зачитать. О Дух Святой, действуй сегодня в каждом сердце, чтобы увидеть, какой сила нужна мне, чтобы видеть то, что на страницах этих деяний апостолов. Ты описал тогда Феофилу, муж Божий. Сегодня ведь там вместе со Христом в Белого Престола. И сегодня там этот Феофил. Они вместе сегодня радуются. И сегодня они смотрят за этот небесный балкон, а на нас сегодня собранных здесь, что мы сегодня читаем это письмо. И Феофил слышит. И говорит, сегодня читается там о том, что ты писал мне, Лука. Обрати внимание, Феофил, обрати внимание, что происходило с апостолами. Обрати внимание, я тебе напишу, подробно напишу, что произошло. И что должно происходить в служении в церкви Пятидесятников. Что должно произойти? И как должно быть? Вы знаете, мне стало страшно, когда моя дворедняя сестра мне позвонила и говорит, пришел в церковь, он и поет псалом, ай, я грешник бедный. А он сказал, до каких пор вы будете петь этого псалма? Давайте меняйте прославление, нельзя это петь псалмы такие. Это уже устаревшие. Надо ободронные петь. Я говорю, именно с самого начала нужно начать. Вот этим вот столбами покаяться, что они грешники, потерявшие силу и повознание власть Божию. Украина, это ведь первое место сегодня по таких болезням туберкулез и эти спинги, другие болезни. А там очень много верующих. Это очень богатая страна на Пятидесятников. Где эта сила? Почему сегодня оборовано? Потому что о ней сегодня не говорить. Ей сегодня не нуждается. Главное, сегодня языки. Языками сегодня завидуют, сегодня ранят друг друга, сегодня обижают друг друга, сегодня кревещут друг к друге. Но есть языки. Но Христос обратил внимание. Тебе пришел феофил. Ты примешь силу, вы примете силу, когда сойдет Дух Святой. Аминь. Написано так. И мы часто говорим, и часто берут это на вооружение. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Кто не говорит на языках, а значит не Божий. Но нет, подождите минутку. Кто Духа Христова не имеет, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я хотел бы сказать, кто не имеет силы, кто не имеет повознания, тот не Христов. То же самое. То же самое. Вы примете. Вы примете. Мы можем сегодня громко кричать, очень сильно молиться. Вы знаете, сегодня ночью, когда я сидел, читал Библию, молился, и был звонок очень с далекого, очень с далекого континента Земли. И там плачут души. И вот что случилось. Вот мы сегодня в церкви взяли молитву и плакали. И пастырь после служения по душе сказал, у церкви нельзя так молиться. Должен быть порядок. Дома. Но здесь нас неверующие. Я говорю, к сожалению, начиная от верха и до низу, там много сидит неверующих, которые и говорят на языках. Но не верят силу Духа Святого. Если бы верили, так бы не сказали. Вы примете силу. Церковь Пятидесятницы, это же церковь, это живой организм. Я часто об этом говорю. Это столбое утверждение истины, и буду говорить. Церковь Христа, это роддом, это жизнь, это рождение, это воскресенье, это исцеление, это обновление. Это рождаются люди. Это обновляются люди. Это освобождаются люди. Заставьте слепого молчать. Его заставляли. Он еще громче кричал. Сын добил, помилуй меня, я хочу видеть. А это, говорится, молчи. Скажите, кто сегодня ведет церкви? Обратили на это внимание? Те, которые потеряли силу, не имели вообще ее. Тот, кто имел, он знает, что такое действие Духа Святого и молитва, вызов к Богу, крик души. Служитель будет радоваться, что в церкви ей живи, но не будет тушить. Это только богоотступники, пожарники, гасители, вредители дела Божьего. Вот они. И сегодня Дух Святой, он касается твоего моего сердца. И он говорит, я тебе пишу. Сын мой и дочь моя. Я когда писал Феофилу, я дал это повеление Луки написать Феофилу. Но сегодня тебе говорю для твоего бодрения. Не отчаивайся. Обрати внимание. Вы примите силу, когда садилось на вас Дух Святой. Я пропускаю. Время летит неумолимо. И взошли на гору. Я не хочу сейчас забирать время и останавливаться. Я может дать Бог, когда будет у нас день Пятидесятницы, я больше подробнее останавливаюсь на Пятидесятнице. Я хочу сегодня, моя тема не об этом. Не о сошествии, но именно о силе Святого Духа, крещении, значении. Все они были, это 14 стих в этой первой главе, все они единодушно пребывали в рассуждении, в беседе. Прошлая проповедь, прошло суждение. Я говорил о молитве. Сегодня продолжаю. О Духе молитвы. Сын Божий был в молитве. Днем учил, а ночью молился. Ученики Господни то же самое. И смотрите, день Пятидесятницы, они тоже были в молитве. Единодушно пребывали в молитве. Единодушно пребывали в молитве. И мы говорим, что они Пятидесятники. А где эта единодушная молитва? Скажите, Бог смотрит на меня и на тебя. А где эта единодушная молитва, которая приняла силу Духа Святого? Где она? Тишина. Спокой. Почему? Если мы будем погружены в силу Его, здесь не заставишь молчать, как того слепого. Он будет кричать. Здесь не заставишь. Однажды сказал такой очень хороший пример для меня. Господь сказал, я когда ему задал вопрос, ну как это можно понять, что во мне есть сила Духа Святого? Как это можно понять, что я исполнил Святого Духа? Как это? А вот ты сможешь спрятать горащее угли за пазуху и держать, что никто не видел? Нет. Ты, исполненный Святого Духа, не сможешь молчать, как в уме и в церкви. Ты будешь молиться, ты будешь спеть, ты будешь ликовать, твой лицо будет ображать славу Божью, ты будешь в силе, повозании и радости Божьей. Ты не сможешь спрятать эту радость, которая здесь, это присутствие, которое там, эту свободу, которая там, это повозание, которое ты погружен. Ты не сможешь спрятать. Это будет окружающие, соседи видеть, рядом сидящие, церковь, будут видеть, что ты исполнен, исполнена силой Святого Духа. Единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Матери Иисуса и с братьями Его. Заметьте, здесь идет речь. В те дни Петр встал посреди учеников и сказал, было же собрание человек около 120. Заметьте, это была молитва. Это были свободные и душные молитвы. И Петр встал посреди учеников сказал, мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрог Дух Святый устами Давида. Обе идеи. Вот. Ты что, закончил библейский институт, колледж, доктор, богословие? Либо кто ты? Но знайте, как он четко, вот, как он четко цитирует Слово Божие в Ветхий Завет. Мужи, братья, надлежало исполниться. Он сделает твердое основание. Другими словами, мы собрались и душно молимся, ждем обещанного. Но вот надлежало исполниться братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрог Дух Святой устами Давида. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения седу. Но приобрел землю неправильную мзду, и когда не звернулся и растил срева его, и выпал его внутренности его, которые взяли, говорится, взяли Иисуса. Там идет речь, он говорит, Петр, я пропустил, надлежало исполнить тому, что написано про Иду Святой об Иуде, бывшем прежде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. Кто? Иуда. Он говорит, он был с нами. Он был сопричислен с нами учеником. Он имел право, имел жребий быть так, как и мы. Но он сделал выбор. Он сделал выбор. Он был сопричен к нам и получил жребе служения сего, но приобрел земную неправедную вздою. И когда получил, и дальше слышали, что я читал, что случилось с ним. Я сегодня не об этом хочу говорить. Иоанн Петр говорил четко. В книге Псамом написано будет, о чем идет речь. Дальше он начинает крещение Иоаннова до того дня, в который он вознесся, от нас был вместе с нами свидетелем воскресения его и поставил двоих. Иосифа называем Варсавою, который прозван Иоустом и Матфея. И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцевидец сверх, покажи из своих двоих одного, которого Ты избрал. Видите, как избирались? Покажи, Господи, Ты. И вторая глава, первый стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Ничего не изменилось. Будьте внимательны. Я обращаю внимание, Феофил, наблюдай. Ты познал Господа, и ты должен это хорошо помнить и знать, что все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра и исполнился весь дом, где они наполнились весь дом, где они находились. Заметьте, сделался шум, сделался шум, как бы от несущего сильного ветра и наполнился весь дом, где они находились. Первое идет, заметьте, Феофил замечай. Сегодня говорит вас и замечай, что когда я пойду, ждите, когда сойдет на вас дух все, то и будете крещены, вы примите силу, когда сойдет на вас дух все, и будете мне свидетелем, то есть свидетелей, что на вас помазание, сила. Не надо было объявлять Петру, что Петр имеет дары исцеления, или Павел, но впереди шел Господь, слава Божия, сила Божия, и она говорила об этом. И вот здесь они молились, и вот здесь они молились, и внезапно сделался шум. Сегодня много шумов в церквах, много сегодня и плясов, и танцев, и шумов, и всего, но там нет Духа Святого, нет Господа, и ничего общего с Богом, и ничего общего с Пятидесятницей, только шум. ветра нет, а их гайдают. Шума, ветра нет, присутствия Божия нет, а ловы как пьяные гайдаются или бегают. Почему? Потому что, не обратили внимания, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это важно. Это важно. И явились, третий стих, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждому из них. Вот когда. И исполнившийся Духа Святого начал говорить на иных языках, как Дух давал им превышевать. И дальше идет речь. Это день Пятидесятницы. Я пропускаю. 14 стих. Петр же встал с одиннадцатью, возвесил голос свой. Будьте внимательны. И было 16 стих. в первой главе. И было же собрание, то есть 15 стих. В те дни Петр став посреди учеников и сказал. Это первая глава, 15 стих. Вторая глава, 14 стих. После сушествия Святого Духа. Будьте внимательны. Петр же став с одиннадцатью. Не один, с одиннадцатью. Возвесил голос свой. до этого он не мог возвесить. Но он возвесил не просто как мы можем возвешать, думая, что он возвесил просто голос. Он бы исполнил силы. Он не мог говорить спокойно. Он не мог говорить полутонно. Но там сила Божья была на этом человеке. И он встал, и возвесил голос свой, и возгласил. Возгласил, это объявил. Возглас победа совершенная совершилась. Мужи иудейские и все живущие в Русалиме, он смел, он не боялся. Этого человека отсутствует страх. Что подумают люди, что скажут люди, как у тебя будут люди понимать. Ведь смотрят все, и все изумились, мы читаем, и дивились, говоря между собой, сие говорящие, не все реглияния. Как же мы слышим каждые собственные речи. Люди изумились, а Петр говорит, возвесил голос свой, и возрастил мужи иудейские, живущие в Русалиме, сие да будет вам известно. То есть, аминь, сие да будет вам известно, внимайте словам моим. До этого я так не говорил. Они не пьяны, как вы думаете, ибо третий час дня, но это есть предреченные пророком Яилием. И будет последние дни говорить, Гобок, и зальет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчи сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши, будут видеть видения, старцы ваши сновидениями, вразумлями будут. Вот Пятидесятница. Будет последние дни, говорит Господь, зальет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчества сыны ваши. Милые братья и сестры, не поймите меня превратно, что я хочу сказать, я хочу передать то, что Бог сказал. Это говорится, когда вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, когда сойдет этот Дух Святой, вы и ваши дети будут в этом служении. Ваши дети не будут курить, ваши дети не будут пить, ваши дети не будут покупать наркотики, ваши дети не будут искать где их покупать, ваши дети будут присутствовать Божьим, они будут пророчествовать, они будут видеть видения, Они будут проповедовать, а старцы будут видеть видение. Что наши сегодня старцы видеть? Они все информацию знают, только не о небе. К стыду. Вот какое служение сегодня. Они знают, что здесь происходит. Только они знают, что нужно сегодня погружиться в силу его. А здесь ясно написано. И будет в последние дни, Бог говорит, изолю от Духа Моего. Изолю. Не каплями, не чуть-чуть порошу, а изолю от Духа Моего на всякую плоть. И будет проще со сыном вашей, дочери вашей, юношей вашей, будет видеть видение. Что сегодня? Что сегодня происходит в церквах? Я говорю о певиззятинском движении. Что сегодня происходит, братья и сестры? Почему это происходит? Потому что мы не оставили этот псих. Вы примите силу. Я не говорю, что сына не будет нападать. Я не говорю, что если мы будем в этой силе, сына оставит нас в покое. Нет. Еще больше. Еще больше. Еще больше силы будет нападать на дами, на семьи, на церкви. Но вы будете иметь силу. Запомните. Вы будете иметь силу. Ты будешь, мама, иметь силу. Папа, иметь силу. В нас наступать, чтобы враг не поступал до твоего сына, твоей дочери не наступал. И на него не действовал сатана. На него не воздействовал сатана. Ты будешь действовать силой Духа Святого. Аминь. Вы примите силу. Они не будут пленниками алкоголя, нахомания и так дальше. Не будет эмоций. Сегодня много у Пьесятницы эмоций. Ничего общего не связано с Духом Святым. Это опасно. Это крайне опасно. Последние дни, говорите, залью. Где-то излияние Святого Духа в церквах сегодня. Поймите. Это не надо говорить Господь. Да сегодня говорить моему сердцу. Обратим внимание, на сколько мы время последним вежуем. Все уснули. Где они, эти молитвы? Где эти юноши и девицы видят видение? Где эти служения сегодня? В каком служении сегодняшняя молодежь? В каком деле сегодня молодежь? В каком сегодня повозание молодежь? А в каком сегодня помозание отцы, матери, дедушки, бабушки? Там и речь есть и об этом. Да, это последнее время. Это говорится о последнем. Пишу тебе, Феофилу. Я пишу сегодня тебе, чтобы ты знал. Вася, если ты потерял силу, ищи ее, возвратись с того места, откуда ты и спал. Что сегодня ты не имеешь веры. В тебя сегодня произошел страх. Петр встал с дерзморением, с одиннадцатью возвысил голос и громко говорил. И он восклицал и возгласил, возгласил, то есть объявил громко. Что он объявил? Они не пьяны. Они не пьяны. Они тебе перед вина. Они тебе третий час дня. Но это есть предрешенные пророком Иоилием. Сегодня это пророчество и для тебя, и для меня, и для моего, и твоего дома. И залю от Духа моего на всякую плоть. Аминь. Аллилуйя. Что это Божье Слово и сегодня в силе действовать. Аминь. Что это Слово Божье и сегодня, обетование Божие, оно и сегодня реально. Оно и сегодня сущее. Но сегодня почему его нет? Потому что мы оставили силу. Мы не нуждаемся в силе. А что и получило силу, надо покаяться. Надо сказать правду Богу. Надо исповедовать жизнь. Надо наладить отношения с Богом. Сказать, что я потерял общение. Я сегодня не вижу тебя. Я сегодня не слышу тебя. Я сегодня не исполню святого Духа. Я сегодня просто человек религии. Я сегодня в Библии знаю битя до откровения. Я сегодня знаю этику и эстетику. Но я не познал тебя и сына воскресенья твоего. Аминь. Вот что опасно. Вот поэтому сегодня столько больных, судно хромих, сидят в уродах. Да не в уродах они сидят. Они в церквах сидят, в рядах между нами. И сверху, и снизу, и в середине зала. Они сидят, эти хромие, святые, глухие. Сидят. И Бог смотрит, говорит, жаль. Это мой народ. Я был успят за них. Я отдал жизнь. Я отдал жизнь. Я пошел до смерти, смерти креста. Чтобы я влюбил, возлюбил любую вечную. Это мои сыновья и дочеря. Я жду покаяния. Но сегодня говорить, сегодня очень много говорить об этом. Какой Бог любовь. Но сегодня непопулярная проповедь о освящении о грехе. Сегодня не модерно говорить об этом. Сегодня говорить, как хороши мы. И как хорошая жизнь у нас. Но здесь апостол пишет. Ученик Божий пишет. Тебе, Феофил, мне сегодня пишет. Что последние дни. Что было через пророка Иоиля. И залью от Духа Моего на всякую плоть. Почему сегодня не изливается от Духа Святого на всякую плоть? Почему? Почему сегодня изливается зло, непримирение, вражда? Почему вот это так на церквах? Потому что мы не раби Иисуса Христа. Мы не приняли Его силу. Мы забыли об этом. Мы оставили. Мы главное, что есть языки. Об этом ни слова. И на рабов моих, на раби моих, и залю от Духа Моего, и буду пророчествовать. И покажу чудеса на небе, вверху и на земле, знамения на земле внизу. И знаете, я хочу, почему-то Господь сейчас мне положил на сердце, роиться мысль в сидящих здесь, что я очень строг. Что я очень жесток, обью. Не я, а Бог говорит. Бог любит нас. И знаете, почему я говорю сегодня об этом? Потому что Его хочет Бог. Я зачитаю, чтобы вы не сказали, что я что-то придумал. Я зачитаю и то, что хотел Христос. Луки, 12 глава. 49 стих. Огонь пришел, я неизвест на землю. О, как бы хотел, желал, чтобы он уже возгорелся. Вы заметите, выше читая это место, там он говорит о чем? Если раб скажет в сердце своем, что нескоро придет Господи, начнет бить, идет просто выседа. И тут друг, вот эти уриза, или как вообще не путейный, не кстати, он здесь это раз и вставил. Огонь, я пришел, неизвест на землю. И как бы желал, чтобы он уже возгорелся. Ух, огня захотел. Нас мирно, благополучно. А он огонь. Я хочу, чтобы он горел. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сей совершится. О, Дух Святой. Как я раньше этого не понимал. Думаете ли вид, что я пришел дать мир на земле? Нет. Грубо. Ну, разделение. Вообще парадокс. Представьте, чтобы это я вам сказал. Вы предали меня монахами. Что ты несешь? А он говорит. О огне. О совершенстве огня. Я томлюсь, пока сей совершится. Думаете ли вид, что я пришел дать мир земле? Нет. Говорю вам. Но разделение. Я еще... Этот краткий мозг. Или ум человеческий, бедха-адамовский, не может вместить понять. А Господь говорит. Подожди, подожди. Я тебе объясню дальше. Читай дальше. Не спеши выводы делать. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух. Двое против трех. Отец против сына. Сын против отца. Мать против дочери. Дочь против матери. Свекровь против невестки своей. И невестка против свекрови своей. Сказал же и народу. Когда вы видите облако, поднимающее с запада, тотчас говорите. Дождь будет. И бывает так. Когда дует южный ветер, вы говорите, зной будет. И бывает. Лицемерие. Лицо земли и небо распознавать умеете. Как же времени сегодня узнаете? Зачем же вы по самому себе не судите, чему быть должно? Именно в этот момент Бог и переносит от Феофила, это сам Илука, и описал, Феофил, обрати внимание, в 49 стихе, там есть о том, чего желал Иисус. О том, о чем описано в Деянии апостолов. Я бы хотел, чтобы быстрее были погружены эту силу в этот огонь. Я желал бы, чтобы этот огонь Святого Духа возгорелся. И там, где огонь Духа Святого, там ничего нечистого не устоит. Как бы я хотомлюсь, пока сие совершится? Как бы я желал, чтобы он уже возгорелся? Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится? Томлюсь. Вы знаете, слово «томлюсь» он ждал, он очень хотел, он очень ждал, с нетерпением ожидал, до усталости ждал, чтобы это быстрее совершилось на земле, потому что он скоро оставит эту землю, чтобы побыстрее, после его вознесения, народ не томился, чтобы его ученики, это первая церковь, она была в огне Святого Духа. И Господь хочет, чтобы это совершалось на сегодняшний день, накануне его пришествия, ибо Дух Святой пришел сегодня на Твину Иисскую землю, дополнить, докончить, совершить дело, служение Иисуса Христа, которое он делал на этой земле, приготовить церковь, за которую он отдал жизнь. То млюсь, пока сие совершится. Думаешь, что я пришел дать мир земле? Нет. Я думаю, Господи, но ты же пришел в мир, и сказал бы, когда пели ангелы мне бы, на земле мир. Да. Да. Но если ты будешь, начнешь молиться, если ты будешь исполнить все силы Святого Духа, если ты погрузишься в силу Его, помазание Его, и будешь в воле Его, в уделе Его, ты будешь многим непонятным. Тебя не будут поднимать в церкви. Тебя не будут принимать. Тебя не будут любить. От тебя будет отделяться. На тебя поднимутся твои домашние, написано, враги домашние его. Я принес, пришел дать мир на земле. Нет, говорю вам, но разделение. Он показал, что пришел мир дать на земле. Я говорю, смотрите, что думаете ли вы, что я пришел дать мир на земле? Нет, говорю вам, на разделение. Какое? Он не сказал здесь, что он принес вместо мира зло. Нет, это значит разделение между светом и тьмою. Между подделкой, потасовкой под этим. То есть не будет то, что религия. Ведь сегодня много сатана не боится этих церквей, которые религиозные. Он спокоен. Эти церкви, эти служения ему не вредят, ему не мешают. И его царство ему не мешают. Ему мешают те, которые Господь сказал, между прочим, меня семь тысяч, которые не поклонились. Он пришел сказать, я пришел дать мир. Нет, говорю, разделение. Разделить. Разделить. Мир. Я пришел разделение. Разделить. Что мир Божий и зло, и поношение, и неверие не может быть в одном сердце. Разделить. Вот о чем идет речь. Нет, я пришел разделить. Что не может из одной источника течь горкая и сладкая вода. Нет. Я пришел разделить. Не может человек полосить, клевать, клеветать и поносить. Как я слышал тоже. Почему я говорю, я должен говорить об этом, не могу молчать. Когда сегодня в церквах, тоже из Европы позвонили и говорят, в нашей церкви тоже пятидесятинская церковь. Так проклинают все друг друга и водят только раками, другими болезнями. А чтоб тебе то, чтоб тебе то. Вот сегодня что делать. Вот почему Христос сказал, я пришел разделить. Не может из одного источника быть проклятие и благословение. Не может одни уста говорить, Господи, и тут же, чтобы ему было так, чтобы было то. Нет, не может. Я пришел разделить. У нас не будет вместе. У нас может быть православие, католику, да и то, и они тоже, и некоторые понимают, имеют страх Божий. И они боятся Бога. И они не совмещают это. Есть такие, которые искренне, но они не знают другого учения, служения. Но они в страхе Божьем. Я пришел разделить. Разделить. А что разделить? А там я еще не читаю это место Писания, что когда мы будем служить Богу, что вас будет ненавидеть, гнать. И сыноков будут гнать. И даже будут убивать этим самим, чтобы думать, что служит мне. Вот что пришел разделить. Разделить, показать. Что-то не может быть в Духе Святом, помазание Божьем, присутствии Божьем, в любви Божьей. Тебе не будет мешать эта молитва, которая, возвысив голос свой, будет плакать, говорить Богу, ликовать, или просить, или каяться. Тебя не будет она раздражать. На тебя не будет действовать. Но если ты сегодня в Духе Святом, и ты стоишь, и этот человек, этот брат, сестра, молится, так как тебе говорит Хлеофил, и тебя сойдет Дух Святой. Аминь. По этой молитве. Потому эта молитва вообще не с Богом. Я вот пришел разделить. Я бы хотел, чтобы сегодня Дух Святой дополнил то, что я не сказал. Я не смогу все сегодня или обо всем этом сказать. Я бы хотел, чтобы сегодня мы открыли свое сердце пред Богом и сказали Ему. Господи, Ты пришел огонь, произвел известную землю, и Ты желал, чтобы он возгорелся. Заметьте, я не отговорю о разделении, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, двое против трех. Это идет речь, что там Бог будет делать скандал с фарку. Как некоторые говорят, ну тут оно так написано. Я говорю, нет, там не об этом написано. Там идет о том речь, что если ты в присутствии Божьем, в крещении Божьем, в погружении силы Его, он поднимется против тебя через самых близких. Отца, мать, брата, сестру, члена церкви, свекров, невестка, он поднимется и будет говорить, ты позоришь нас, ты все время в слезах, ты все время плачешь, кричишь, там вот, предбом, стыдно, позорно, дома плачь. Вот что разделятся. Вот о чем идет речь. Не молите церкви, не до этого, а дома там дело. Дома говорите, дома плачь. Скажите, тогда не говорите, что это дом молитвы, а просто назовите, что это, как называют в мире, кинотират, где смотрят кино. Ну а здесь назовите... Дом обрада. Не дом обрада, а дом встречи, обменения сплетнями или новостями. Давайте, не называйте дом молитвы. Вот почему же называется дом, и дома молитвы наречется. Это место, где говорить с Богом. Это место, что сказать Богу. Это место, что открыть Богу. Это место, что извить Богу. Это место, где получить от Бога победу, свободу, исцеление, воскресение. Почему сегодня этих больных, хромея сидят? Сегодня только мы слышим. Сегодня говорят, о, там приехал хороший массажир, там приехал хороший царитель, там хороший. Дорогие мои, а где Христос? Где Он? Почему Его нет? Почему люди сегодня освобождаются? Почему сегодня люди в грехах? Почему сегодня дети порабощены? Почему сегодня сыновья, дочеря, внуки сегодня в тюрьмах? Сегодня наркомания и так дальше. Почему Господь говорит об этом? Разделится. Не совмещается. И мне пятое в одном доме. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Это я видел. Это есть. Это есть. Это сегодня происходит. Мама, а ты нас позоришь. Мама, зачем ты так плачешь? Дочка, зачем ты так одеваешься? Зачем ты тут там плачешь? Зачем ты там руки поднимаешь к небу? Не стыдно ли тебе? Все твои сверхницы ведут тебя прилично. Ты так замуж не выйдешь? Не слушайте этот голос сатаны. Говорите Богу, издевайте Богу, платьте пред Богом. И в этот дом Божий, дом молитвы и дом общения с Богом. К сожалению, сегодня я его сделали вертепом разбойников во многих местах. Жаль. Очень жаль. О тебе пишу, тебе говорю, Феофил. Сегодня тебе и мне он говорит. Тебе говорю, любимый Богом. Я тебе говорю сегодня, Василий. Я себе сегодня говорю, Дима. Я сегодня говорю, Гена. Я сегодня говорю тебе, Славик. Ты любимый Богом. Я отдал за тебя жизнь. Я возлюбил тебя до смерти и смерти крестной. Ты больше, чем Феофил. Я возлюбил тебя. Я возлюбил тебя. Я возлюбил тебя. Еще больше. Почему? Столько веков, столько времен прошло. А любовь его не изменилась. Он мог бы сказать, я возлюбил Феофила, и довольна для меня, он в царстве есть. Почему он сказал больше? Его больше неограничена безмерная любовь. Он любит и не перестает любить. Он говорит, я люблю тебя. Твое имя, Феофил, любимый Богом. Любимый Богом, возлюбившим Богом. Я возлюбил тебя. Мать, тебя сегодня не понял, мать, отец. Мать, тебя церковь не поняла. У тебя окружающие не понимают. Мать, я тебя смотрю, почему ты плачешь, почему ты не можешь радоваться. У тебя прекрасная жизнь, семья, жена, детки. Все благополучно, работа, все хорошо, гладко. Но твое сердце скорбит. Я не вижу тебя, я не слышу тебя. И мне нужно твое полазание, мне нужно погружение. Силы твоей, воскресенье твоё, обновление твоё. Мне нужен ты, Сын Бога Живого. Я не могу успокоиться. Ты вскоре грядёшь, и церковь поднимется силой Духа Святого. Я нуждаюсь, я нуждаюсь, я не отступлю. Я не перестану плакать, я не перестану кричать, я не перестану возглашать. Иисус, помилуй, помоги мне, спаси меня, очисти меня. Излей это огонь. Ты сказал, огонь, я пришёл неизвестно на землю. О, как бы желал, чтобы он возгорелся. О, я тоже хочу, я тоже хочу, Иисус. Это ты сказал. Ты желал, чтобы он возгорелся. Я хочу, чтобы он горел во мне, в моём сердце, в моём доме, в моей семье. Горел огонь Святого Духа. Аминь. Это была молитва. Это был крик, это был вопр. Это была молитва. И тебе говорю, Феофил. И тебе сегодня говорю. Огонь я пришёл неизвестно на землю. И как бы, как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Он желает, чтобы сегодня он возгорелся в твоём и моём сердце, в твоём и моём доме, где оставлена эта молитва, где останутся жертвенник, оставлено. Эти молитвы так краткие, так мимолетные. Итак, мне нечего сказать. Давайте вспомним. Это послание написано мне через столько веков. И сегодня он говорит, любимый мой, любимая моя, я называю тебя любимым, возлюбленный, как Павел говорит, возлюбленные, как я читал о том, святые, участники в небесном звании, я, я сегодня обращаюсь к вам, небесного. Я сегодня обращаюсь к вам. Желаешь ли ты сегодня, чтобы этот огонь сошёл? Сошёл. И знаете, я не забуду, как брат Женя сказал, не нужно это свидетельство, я с ним сорвавшим, сто процентов. Не говорите о том, что у вас было когда-то. Но вы знаете, почему хочу это сказать? Я всё время, я всё время, каждый день об этом прошу у Бога. И каждый день я ищу Его. Я говорю, Иисус, я потерял ту первую любовь. Когда я получил Дух Святой, когда сошёл Дух Святой, я помню, никогда не забуду этой молитвы. Когда меня вытирали платок, старушки, бабушка моя, там другая бабушка, я стоял с вечера до шести утра, я не вставал с коленей. Я пел, я молился, я иковал. И знаете, когда это шла молитва, я не уставал. И когда после этого всего мне не было ни врагом, мне хотелось всех обнимать, всех любить, всем прощать. И мне часто Господь об этом говорит. А сегодня, о, как бы хотел я, чтобы он возгорелся. О, как бы желал я, чтобы он возгорелся. Чтобы он возгорелся, этот огонь. Эта церковь была и на душном месте. И на душном месте молились. И на душном месте славили. И на душном месте друг друга поддерживали. За друг друга помолились. И на душном месте. Давайте, я сегодня заканчиваю эту тему, потому что это не конец, я только дошел до середины. Давайте склоним наши сердца и колени. Мое время окончено, не время Духа Святого. Оно только началось работать сегодня, сейчас, в твоем моем сердце. Слышишь, прислушившись внешним голосом, Иисус говорит тебе, Феофил, люби мой мой сын, люби моя моя дочь, я возлюбил тебя до смерти и смерти крестного. О, как бы желал я, чтобы в твоем сердце возгорелся этот огонь. Я желаю, слышишь, ты хочешь, а я желаю, ты хочешь, а я желаю, я желаю две тысячи, десять лет назад, я желаю и сейчас, чтобы он возгорелся в твоем доме, в твоей семье, возгорелся. Стоим колени.